В эфире первого карагандинского новости. В студии работает Гульнур Жакен. Здравствуйте. В начале выпуска коротко о главном. Люди без постоянного места жительства жалуются на грубое обращение со стороны правоохранительных органов. Электричество – это не шутка. К нему надо относиться со всей серьезностью. Не первый год. Караганды Жарык организовывает встречи со школьниками. Работники культуры и искусства ежегодно 21 мая отмечают свой профессиональный праздник. Работники культуры и искусства ежегодно 21 мая отмечают свой профессиональный праздник. Представители этой сферы – люди, которые своим трудом решают задачи, поставленные президентом страны Нурсултаном Назарбаевым по возрождению духовности, сохранению и дальнейшему развитию культурных ценностей страны. Аким Карагандинской области Бауржан Абдишев поздравил с профессиональным праздником лучших работников культуры и искусства области. В зале театра имени Станиславского собрались народные артисты, заслуженные деятели страны, также лучшие культоработники нашего региона. Свой праздник в этот день отмечают сотрудники музеев, библиотек, артисты театров и концертных организаций, специалисты культурно-досуговых центров. Ни одно общественное мероприятие в области не проходит без участия артистов. Вот уже девятый год лучшие работники области получают премию Акима области. Уважаемые работники культуры и искусства, вы талантливые, неравнодушные, увлеченные люди, с честью несущие слово свою высокую гуманистическую, просветительскую миссию. Ваш многогранный созидательный труд, энтузиазм, огромный вклад в сохранение и развитие духовно-нравственного наследия заслуживает самого искреннего признания. Хочется отметить, что творческая интеллигенция нашей области с большим успехом выступает на международных творческих конкурсах и форумах и завоевывает престижные места. Наш регион уже давно стал местом проведения многих международных и республиканских фестивалей, творческих конкурсов и выставок, театральные примеры и концертные программы, широкомасштабные территориализованные представления с участием наших лучших творческих сил каждый раз становятся незабываемыми событиями в жизни области. 22 отличившихся работника культуры и искусства наградили в разных номинациях. Право награждения отличившихся присудили Народному артисту Республики Казахстан, председателю Союза театральных деятелей страны Тунгушпаю Жаманкулову. Для меня большая честь участвовать сегодня на таком торжественном мероприятии. Работники культуры Карагандинской области действительно отличаются своим высоким мастерством. Хочу сердечно поздравить дорогих коллег с профессиональным праздником и пожелать творческих успехов. Лидер нации Нурсултан Азарбаев особо подчеркнул, что нам следует оберегать нашу национальную культуру, традиции и во всем их разнообразии и величии собирать по крупницам наше культурное достояние. Карагандинская область по праву считается не только индустриальным центром страны, но и крупнейшим культурным центром со своей особой энергетикой и давними культурными ценностями. Сегодняшние награды – это высокая оценка их труда, и они вполне могут стать стимулом к решению новых творческих задач и достижению новых целей в области культуры. Вольмир Жакен, Габидин Грушпеков, Боксиар Успанов, Первый Карагандинский. Сегодня в городе прошел конкурс методистов детских садов. Уже известно имя победителя. Подробности в следующем материале. Конкурс методистов проводится в Караганде впервые. Что же делает методист в детских садах? Он обеспечивает разработку, внедрение и реализацию определенных методов профессиональной деятельности. Например, в системе образования методист внедряет новые методы обучения и воспитания. В этом конкурсе методисты шахтерской столицы представили свои проекты по воспитанию детей дошкольного возраста. Портфолио как доказательство о проделанной работе. Мы не только поделились своим опытом, но и научились чему-то у других методистов дошкольных организаций. Победителем этого необычного конкурса стала Ирина Магина. За свой инновационный проект женщина получила главный вожделенный приз – электронную книгу. В Карагандинском государственном медицинском университете сегодня прошла республиканская научно-практическая конференция. Она была посвящена 25-летию областного центра по профилактике и борьбе со СПИДом. Амина Смакова подробнее. На конференции шли обсуждения на тему актуальные вопросы ВИЧ-инфекции. Ведь в последнее время ВИЧ-инфекция, сокращенное название вируса иммунодефицита человека, стала одной из самых распространенных заболеваний. Разрушая иммунную систему, этот вирус способствует развитию у людей других инфекционных заболеваний, так как иммунная система теряет способность защитить организм от болезнетворных микроорганизмов. Человек-инфицированный ВИЧ со временем становится более восприимчивым даже к таким микроорганизмам, которые для здоровых людей не представляют никакой опасности. Человека, заразившегося вирусом иммунодефицита, называют ВИЧ-инфицированным или ВИЧ-позитивным или ВИЧ-серопозитивным. Эта инфекция передается от человека к человеку. До недавнего времени основной группой риска считались люди с гомосексуальными контактами. Однако мировая статистика последних двух-трех лет показывает, что опасность выражения ВИЧ высока также среди лиц, употребляющих наркотики внутривенно и проституток. Растет число заразившихся при половых контактах с представителями этих групп. ВИЧ-инфицированные при надлежащем уходе могут прожить 10-15 лет. Однако бывают запущенные стадии, которые ведут к ужасным последствиям. ВИЧ-инфицированные при надлежащем уходе могут прожить 10-15 лет. ВИЧ-инфицированные при надлежащем уходе могут прожить 10-15 лет. Именно из-за того, что вы сейчас увидели на экране, Медицинский университет решил провести данную конференцию. Ведь будущие врачи должны знать все об этой страшной инфекции. В рамках конференции выступили ведущие специалисты в области инфекционных заболеваний. Были проведены мастер-классы. Все участники посетили выставку лабораторного оборудования и новых лекарственных препаратов. Проведенная конференция определенно принесет свои плоды. Сегодня наша конференция, я думаю, внесет свой вклад в контроле над ВИЧ и СПИК в нашем регионе. И будет признана совершенствовать эффективность и охват мероприятий и действий, направленных против ВИЧ. Суденты сосредоточенно слушали спикеров конференции. Так сказать, мотали на узнания, которые оглашали ведущие специалисты в области инфекционных заболеваний. В будущем все это им пригодится. Амина Смакова, Ожас Габасов, Ахтия Роспанов, 1-й Карагандинский. Люди без постоянного места жительства жалуются на грубое обращение со стороны правоохранительных органов. Одни полицейские проявляют добрые чувства, другие нет. Инвалид, вы что делаете? В розыске. В розыске на полицию. Покажите, пожалуйста, ориентировку, что он в розыске. А вы люди или кто? Вам не стыдно? Это видео выложил в социальные сети неравнодушный карагандинец. Парня возмутило грубое отношение полицейского к человеку без постоянного места жительства. По словам местных бомжей, они нередко попадаются под горячую руку стражей порядка. Есть полиция нормальная, а есть беспредельщики, которые честь дают, они хорошие. Они честь дали, не ставили. А есть сразу, даже деньги отбирают, уводят полицию. Бомжам, как их принято называть, и так живется не сладко. Они, как могут, стараются выжить. В нашем городе людям, которые один раз сошли с тропинки, трудно и практически невозможно подняться. А руку помощи мало кто подает. Таких людей в Караганде много. Есть те, которые не первый год бродяжничают. Мария Амсмогулова уже 25 лет живет на улице. Женщина настолько свыкла со своим образом жизни, что и менять ей уже его не хочется. В миру бытует старая пословица «человек привыкает ко всему». В этой ситуации с Мария Амсмогуловой и другими такими же людьми эти слова подходят. Несмотря на жестокость мира сегодня, для этих обделенных домашним уютом и теплом людей существует центр социальной адаптации. И да, крыша над головой, чистые вещи. В общем, нормальный образ жизни современного человека. Здесь могут и с документами помочь. В центр попасть может каждый, было бы желание. Насильно там держать никого не могут. Кто хочет вернуться к полноценной жизни, остается и старается двигаться вперед. А кто нет, то на нет и суда нет. Человек сам кузнец своего счастья. Амина Смакова, Олжас Габасов, Ватя Роспанов, Первый Карагандинский. Впереди небольшая реклама. Оставайтесь с нами. Спонсор показа Galaxy Group. Производитель продукции торговых марок Allugal. Galvin, Херкюль. Торговая марка Galvin представляет. Эконом-серия профиль Galtec 53 серии. Эконом-система трехкамерных профилей монтажной шириной 53 мм. Представляет собой качественное и экономичное решение. Если вам нужны внутренние перегородки в магазин, офис, балкон или лоджию, это ваш профиль. Стандартная система – профиль Galvin. Профиль Galvin 60 серии. Это система четырехкамерных профилей с монтажной шириной 60 мм. Идеально подходит для любого климата и региона. Система стандарт относится к классу А, а значит полностью соответствует современным требованиям к качеству оконных и дверных профилей. А теперь новинка. Серия эксклюзив. Пятикамерный профиль Galvin 70 серии. Монтажная ширина 70 мм. Пять камер и наличие дополнительного паза для резинового уплотнителя значительно повышают тепло и звукоизоляцию. Толщина лицевых стенок 3 мм. Помимо белого цвета профиль Galvin выпускается в шести цветах. Золотой дуб, махагон, мореный дуб, темно-коричневый, орех и серый. Но и это еще не все. Имеются профили односторонней, внутренней и наружней ламинации всей цветовой линейки. Все профили торговой марки Galvin и Galtec не содержат свинца. И на 100% соответствуют санитарно-эпидемическим нормам. Профиль Galvin. Морозостойкий, надежный, прочный. Сегодня во Дворце детей и юношества прошел финальный галоконцерт пятого юбилейного марафона искусств «Алые паруса». В нем принимали участие дети с ограниченными возможностями из детских домов области. Свои таланты показали более 600 ребят. В этом участники и гости пятого областного марафона искусств «Алые паруса». Марафон искусств проходит каждый год. Организаторы стараются охватить все детские дома, чтобы каждый ребенок смог поучаствовать и проявить себя в творчестве. Ведь каждый ребенок талантлив по-своему. В фестивале «Алые паруса» охватываются все виды искусств. И музыка, и театр, и игра на инструментах, и вокал, и художественное творчество. Летом ребята выезжают на природу и проводят летние спортивные соревнования. Каждый участник обязательно получит приз и не останется без внимания зрителей и аплодисментов. Мы так решили, чтобы призы были нужные детям. Нужность, потому что они и так уже обижены сверху. Так чтобы хотя бы вот это им доставило радость какую-то. Программу гала-концерта открыла вокальная группа «Жилдездар» – областного детского дома для детей с ОВР. Песни исполнили к 80-летию города Караганды. Также приехал поздравить ребят от имени Управления образования и от имени регионального научного центра СРРК Дарыны с открытием фестиваля «Алые паруса» Гаумжан Мукожанов. Хочу вас поздравить с открытием нашего областного конкурса. Пожелать вам всяческих благ, благ, успехов, чтобы на этом конкурсе вы могли показать себя только с хорошей стороны. И мы верим, что у нас в области талантов очень много. Удачи вам всем! Каждый ребенок рад принимать участие в марафоне и стремится добиться успеха. Красочные костюмы дополняли участников, и фестиваль становился все ярче с каждым выступлением. Каждый год мы участвуем в марафоне «Искусств Алые паруса». Нам очень нравится. Мы готовимся весь год, занимаем призовые места, знакомимся с новыми друзьями и встречаемся со старыми. Это все красочно и ярко. Каждый из этих ребят хочет, чтобы мир стал добрее, окружил их вниманием добрых и светлых людей. Этот фестиваль дал возможность детям показать себя как личность. И у них это получилось. Алена Слонько, Айдын Жакан, Бахтия Распанов, Первый Карагандинский. Не первый год товарищество с ограниченной ответственностью Караганды Жарык организовывает встречи со школьниками, на которых обучает их правильно относиться к электроприборам и понимать с самого раннего возраста, что электричество – это не шутка, к нему надо относиться со всей серьезностью. Есть электрические подстанции, есть воздушные линии электропередачи. Учебный класс по технике безопасности компании Караганды Жарык в этот раз стал необычайно шумным от гамма первоклашек. Степенные энергетики вдруг стали педагогами. Уж лучше отрабатывать приемы защиты и оказание первой медицинской помощи от поражения электрическим током на манекенах, чем делать это в реальной жизни. Встречи со школьниками проводятся регулярно. Основная наша задача, наш результат, цель наша – это отсутствие несчастных случаев с детьми на энергообъектах. Сейчас начинаются летние каникулы, и мы призываем родителей, их детей соблюдать основные правила электробегопасности. Оказывается, первоклашки уже знают много бытовых приборов, с которыми они сталкиваются. На первом месте у них компьютеры и прочая оргтехника. Про утюг, к слову, они вспомнили в самый последний момент. Они с удовольствием рассказывали о своих впечатлениях о электричестве и были удивлены страшными картинками с последствиями поражения электрическим током. Выбираем разные целевые аудитории. То есть это может быть и первый класс, как сегодня, может быть и четвертый, и седьмой. То есть дети – неблагодарная публика, та, которая впитывает, как бубки. В этот раз энергетики решили подсластить рассказ о электричестве и возможных неприятных последствиях, если не соблюдать правила безопасности, очень вкусными сюрпризами. Это оказалось кстати. Ребята закрепили свои познания в электричестве шоколадом. От того, что мы сейчас заложим в этих детей, это зерно все равно в будущем прорастет. И самая приятная миссия произошла в конце встречи. Была вручена грамота за самый креативный рисунок в детском конкурсе, который проводился компанией «Карганды Жарык» недавно. Это тоже традиция энергетиков. Возможно, у Софии это первый в жизни заработанный самостоятельно приз. Ну и чтобы развивать творческий потенциал, все первоклассники получили наборы карандашей, книжные закладки с напоминанием о соблюдении правил при пользовании электроприборами и календарей. Ведь в следующем году они уже станут второклассниками и будут помогать младшим справляться с бытовыми приборами, так как положено по технике безопасности. Сергей Высокосов, Айдын, Жакан, Бахтия Роспанов, Первый, Карагандинский. Продолжаем выпуск. В детском саду Гаухар прошел выпускной бал. Малыши провели свой последний день в садике, в смокингах и бальных платьях. Подробности в следующем материале. Это первый выпускной малышей. Последний год в детском садике окончился торжественным выпускным балом. В этом году садик Гаухар выпустил 90 детей, то есть 4 группы с государственным языком обучения. Руководство садика уверено, что их воспитанники проявят себя в школе, ведь воспитатели подготовили их по всем будущим школьным дисциплинам. Детками занимаются. У них, согласно дошкольного стандарта, занятия математика, рисование, лепка, аппликация. Как бы были и режимные моменты у нас бывают. Маленькие выпускники танцевали, пели песни, читали стихотворения. Прощались со своей самой первой в жизни школы и первыми наставниками. Родители, не скрывая радости, наблюдали за своими чадами. Для мам и пап это тоже важный и волнительный момент. Теперь их дети вступают во взрослую школьную жизнь. Хотя прощание с садиком – это грустный праздник, но сегодня все было очень замечательно и очень весело. Воспитатели грустят. За три года они вложили частичку себя в каждого ребенка, но грустить и скучать им недолго осталось. С 1 июня детский сад Гаухар будет набирать детей 2011 года рождения. Число будущих воспитанников будет составлять 80 малышей. Амин Смакова, Карат Рашитов, Бахтяр Успанов, Первый Карагандинский. Накануне Дня защиты детей в легкоатлетическом Маниже города Караганды состоялось открытие республиканских соревнований Special Olympics. Спортсмены с ограниченными возможностями со всего Казахстана примут участие в республиканских соревнованиях. К открытию отнеслись очень серьезно. Спортсмены и судьи давали клятву, выносили флаг, пели гимн Казахстана. Участники соревнований продемонстрировали показательное выступление с обручами, гантелями и мячами. Соревнования пройдут в нескольких категориях по легкой атлетике, боулингу, плаванию, бадминтону и по роликовым конькам. Мне очень приятно, что среди вас есть новые лица, которые сегодня впервые будут участвовать на наших праздниках. Наш девиз – победить, не победить, а дать возможность, чтобы мы с вами попробовали свои силы, использовали тот шанс, который нам надоставляется. Я вас всех поздравляю с праздником. Специальная олимпиада – это всемирное движение, сформированное в 1963 году. За эти годы участниками специального олимпийского движения стали более 4 миллионов человек из 180 стран мира. В Казахстане движение Special Olympics развивается около 23 лет и на сегодняшний день представляет собой всемирную программу круглосуточных тренировок и соревнований для людей с проблемами интеллекта. Для этих летних специальных олимпийских игр спонсоры подготовили специальные подарки. Это были все новости на сегодня. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 4206-49. Аман Солболгстер. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин